Долгожданная премьера для поклонников компьютерных игр. На прилавках появилась новинка GTA или GTA V. В играх этой серии главный герой-автоугонщик, он же заказный убийца, работающий на криминальных боссов. Так вот, GTA V стала самой дорогой видеоигрой за всю историю. Ее бюджет 266 миллионов долларов. Это больше, чем у многих голливудских блокбастеров, и даже аватар стоил дешевле. Подробности расскажет Татьяна Проскурякова. 1 миллиард долларов не игрушки, но именно столько и даже больше планируют заработать создатели игры GTA V или GTA, как ее называют в России. С сегодняшнего дня геймеры ждали целых 5 лет. Именно столько компания Rockstar разрабатывала новую часть культового боевика. 17 сентября диски для приставок Xbox 360 и PlayStation появились в открытой продаже. Насколько востребована игра, можно судить по количеству предзаказов. 2,5 миллиона геймеров выстроились в очередь, чтобы первыми получить свежезаписанную лицензионную копию. Попробуем разобраться, откуда такой ажиотаж. Первая GTA вышла в далеком 97-м. За это время шотландская фирма выпустила 12 игр серии и продала 135 миллионов копий. И сюжеты, графическое решение и геймплей, конечно, сильно изменились за эти годы, но главное осталось неизменным. Это боевик, в котором играть нужно за настоящего головореза. Сюжет предыдущих частей представлял собой своего рода карьеру преступника, от малозначительного участника криминальной банды до авторитетного босса. В качестве миссии, гону машин, ограбления банков и даже заказные убийства. В свободное время игрок мог прогуливаться по виртуальному городу и примерять на себя другие роли. К примеру, уличного гонщика, сутенера, пожарного или полицейского. В GTA V впервые не один, а целых три очень разных персонажа. Играть можно за любого, но их общая цель спланировать шесть крупных ограблений. Как действовать уже дело вкуса. Можно соревноваться в изобретательности с друзьями Дэниела Оушена. Можно действовать жестоко и грубо. Вы можете делать очень много вещей, но игра на них не настаивает. Хотите угонять машину? Пожалуйста. Хотите пойти набить морду прохожему? Ради бога. Но вам не говорят, вот иди, убей, избей, расстреляй, угони, разбей, устрой ДТП и так далее. Более того, игра за это очень серьезно наказывает. То есть если вы устраиваете глобальную заварушку на шоссе, за вами тут же начинается погоня с вертолетами, броневиками, стрельбой и так далее. Несмотря на дату официального релиза, интернет-магазин Amazon начал продавать GTA 5 на несколько дней раньше. Первой партии дисков не хватило всем желающим. Разработчики начали расследование в отношении Амазона. Но главного скандала избежать не удалось. Взломанные копии игры до начала продаж появились на главном торрент-трекере планеты – пиратском сайте The Pirate Bay. Разработчикам боевика есть о чем волноваться. На создание игры ушло около 270 миллионов долларов. А это больше бюджета фильма «Аватар». За год Rockstar планирует продать 25 миллионов копий и заработать больше миллиарда долларов. Если, конечно, их самих не ограбят. Пираты. Это нисколько не снизит их доходы, потому что большинство людей, которые покупают игры, они выбирают комфортный способ их купить. Прийти в магазин, взять копию или запустить свою консоль, заплатить деньги и сидеть и играть гарантированно. Люди, которые готовы что-то качать, ставить, находить ошибки, перестанавливать и так далее. Скорее всего, это люди, у которых больше времени, чем денег. Я думаю, что это просто, может быть, даже даст больше продажи, потому что люди уже говорят об этом, они выкладывают картинки и все хотят и все что-то. Кому доходы, а кому расходы. Ущерб экономике от выхода новой GTA может оказаться ощутимым. Многие магазины открыли продажи в полночь с понедельника на вторник. Геймеры стояли в очередях и, получив свою копию, тут же отправились в мир виртуальной преступности. Эксперты говорят, часть покупателей заранее взяли выходной на вторник, чтобы часами играть в GTA. Другие же планируют сказаться больными. Изучая это явление, социологи в шутку прогнозируют среди геймеров вспышку гриппа штамма GTA V во второй половине сентября.